Объезжать ямы больше не придётся. Начали ремонтировать так называемую пьяную дорогу. Не ходить с температурой в больницу, о чём ещё просят нижнекамские врачи. Волонтёры в погонах, как полицейские доставляют продукты нуждающимся. Бесперебойное и добровольное производство, как нижнекамцы шьют маски на дому. В кадре даже дома, как корреспондент НТР Альбина Валеева проводит самоизоляцию. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением в связи с пандемией коронавируса. Он объявил о выплатах для медработников. Врачам 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу 50, младшему 25 тысяч рублей. На это власти выделят регионам в общей сложности 10 миллиардов рублей. Также президент заявил, что власти должны смягчить удар для бизнеса. Ожидается, что в каждом регионе будет создан список системообразующих предприятий. Отсрочка по выплате страховых взносов на 6 месяцев будет распространена на все предприятия малого и среднего бизнеса. Пособие по безработице пересмотрели в сторону увеличения. И теперь оно составляет 12 130 рублей. Путин также поручил обеспечить автоматическое продление истекающих документов, включая водительские права, как минимум на 3 месяца. Кроме того, в ближайшие 3 месяца будут выплачивать еще и по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. К теме коронавируса мы еще вернемся, а пока продолжим выпуск. Звук отбойных молотков нарушил спокойствие на так называемой пьяной дороге на проспекте Шинников. Но этот шум приятный. Строители начали снимать верхнее полотно для приведения капитального ремонта. Почему рабочие начали делать дорогу с середины? В сюжете далее. Двумя мощными отбойными молотками одни рабочие снимают старый асфальт, другие выставляют ограждения и знаки. Движение на участке пока не остановлено ни в одну из сторон. А все потому, что покрытие снимут только по центру. Завершить эту часть работы планируют к концу недели. Скоро посередине дороги будет разделительный газон. После того, как старый асфальт вывезут, здесь выложат чернозем и посадят деревья. Параллельно дорожники начнут стелить асфальт. Колеса прокалывал несколько раз и бампер бил по кочках у хаба. Поэтому если делают, то хорошо. Там уже пора. Только не живем, что-то такая раздорванная дорога. Ждем, ждем. Наконец-то свершилось. Радоваться ремонту стоит не только водителям, но и пешеходам. Для них будут предусмотрены тротуары, переходы, современное освещение, велодорожки и четыре остановочных павильона. Отремонтированный двухкилометровый участок от проспекта Шинников до Баки-Урманче планируют сдать в октябре. В целом в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Нижнекамск планирует потратить 480 миллионов рублей. Одинокой пенсионерке требуется помощь. Прежде всего медицинская. Об этом просят соседи бабушки, которая живет в 10-м доме по улице 30 лет Победы. По их словам, сын ей не помогает, а ведь у нее отказали ноги. Светлана Шумкова узнавала, как можно помочь таким людям. У меня сын есть в шумнах. Но тоже работать на заводе ему некогда. Запущенная комната, антисанитария, тараканы, клопы. В таких условиях живет 66-летняя Елена Галямова. Долгое время пенсионерка употребляла алкоголь. Месяц назад у нее отказали ноги. Теперь не встает. Спит прямо на полу, ходит под себя. Мы ее подкармливаем, поем чаем сладким, очень сладким чаем. Потому что ей глюкоза нужна. Но мы ничего не можем сделать. Нам нужна чья-то помощь. Откуда-то помощь, чтобы ее определили в больницу. В Нижнекамск из Чулнов женщину привез сын. Поселил в этой комнате, да и забыл. Приезжает очень редко. Приносит немного продуктов и сразу уезжает, рассказывают соседи. У женщины началось психическое расстройство. Ей мерещатся люди в комнате. Ей кажется, что она работала то в полиции, то в больнице. Всегда по-разному. Я работала в сам поожоговом отделении восемь с половиной лет. Ухаживала за больными, как за маленькими. Ко мне тянулись в палату больные. Бабушке нужно не только в больнице, но и элементарно помыться. Поднять ее соседки не могут. Лишний раз заходить в комнату боятся, чтобы не притащить к себе клопов. Мы и скорую вызывали, и участковую вызывали. Милосердие были. И все упирается в сына. Все упирается в сына. Без сына мы никто. Мы ничего не можем с ней сделать. По телефону сын Елены Витальевны рассказал, что ему сложно повлиять на маму. Та ведет себя агрессивно. Пока все его деньги уходят на лечение жены, оплату ипотеки и долгов. Потому на то, чтобы помочь матери, ему не хватает ни времени, ни сил и ни средств. Она сама выбирала этот путь. Мы все ей говорили, мама, плохо кончишь. Я понимаю, маму надо мыть, маму надо одеть. Но из-за ее капризов супруга тоже не собирается все упираться в ее характер. Мы из-за ее характера потеряли двухкомнатную квартиру. Бабушку на контроль может взять центр милосердия, ухаживать за ней, приносить продукты. Правда, для этого родные Елены Галямовой должны навести порядок в ее комнате. Подвергать опасности социальных работников центр не может. Сейчас специалисты пытаются договориться обо всем с сыном женщины. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Врачи еще раз напомнили нижнекамцам о том, как они работают в условиях режима самоизоляции. В КДП сейчас принимают только пациентов, которые находятся в группе риска, то есть имеют заболевания сердечно-сосудистой, бронхолегочной и эндокриной системы. К этой категории относятся пациенты и с онкологическими заболеваниями. В круглосуточном режиме продолжает работать травмпункт. Плановая госпитализация отменена. В стационарах находятся только те, кому нужна неотложная помощь. Отдельно медицинские работники обращаются к тем больным, у кого есть температура. Их просят не приходить в поликлинику, а вызывать врача на дом. На сегодняшний день все температурящие пациенты находятся дома в самоизоляции. Они вызывают, обращаются в свои поликлиники через справочные, то есть по телефону, и вызывают врача на дом. Врачи в поликлиниках, либо к своему участковому терапевту, либо через справочную поликлинику. Информация о контактных телефонов каждой поликлиники, это поликлиника 1 и поликлиника 2, которая обслуживает весь город на сегодняшний день, размещена на сайте. То есть в этих справочных вам дадут либо информацию, контактный телефон своего лечащего врача, либо человек, который его на текущий день заменяет. Идёт десятый день всеобщей самоизоляции. В основном нижнекамцы серьёзно отнеслись к просьбе властей и покидают квартиры исключительно по серьёзным причинам, используя электронные пропуска. Есть, конечно, люди, которые игнорируют правила безопасности и гигиены. Как горожане справляются с новым ритмом жизни? Наш корреспондент пообщался с нижнекамцами. Проспект Химиков около трёх часов дня. Несмотря на объявленный режим самоизоляции на улице людно. Дома устаёшь немного сидеть, да и всё, больше ничего. Мы прогуливаемся недалеко от дома. Ну, как бы, да, наверное, есть возможность выходить. Пустота, есть ощущение какого-то, знаете, изолированности полностью. Ну, как будто город вымер. Выходить из дома, конечно, можно. В ближайший магазин, аптеку, погулять с собакой. Или по другим важным причинам. Но если отправляетесь куда-то надолго, лучше отправить смс по номеру 2590. Пока, конечно, нарушители этих правил не штрафуют. Только предупреждают. Но не стоит забывать, зачем вообще был введён режим самоизоляции. В России только за сутки больше тысячи заразившихся коронавирусом. Нижнекамцев среди них пока нет. Но опасность остаётся. И большинство горожан это понимают. Правда есть, конечно, у меня же возраст всё-таки. 65 будет? В каком-то смысле есть. Но, наверное, пока в городе сильно зараза не распространяется, то не сильно большой страх. Есть категория людей, которые сейчас обязаны сидеть дома. Те, кто могут быть уже заражены коронавирусом, но не знать об этом. Речь о вернувшихся из-за границы. У нас осталось более 100 человек, те, которые, приехавшие из-за границы, ещё обязаны находиться дома. Вот эта категория к ним очень такой серьёзный подход, строгий подход. Их проверяют, выдерживают ли они этот режим самоизоляции. И если такие люди нарушают этот режим, конечно же, к ним применяются очень серьёзные меры. Эту категорию граждан за нарушение изоляции ждут реальные штрафы и даже уголовная ответственность. Но в целом нижнекамцы оказались людьми дисциплинированными. Об этом говорит индекс самоизоляции. Уже три дня Нижнекамс сохраняет лидирующие показатели по республике. Город получает от трёх до пяти баллов из пяти возможных. Нас радует то, что нижнекамцы более сознательны, чем челнинцы и казанцы. Мурат Гайнулин, Булат Абдульманов, Новости НТР. Нижнекамск, Нефтехим и волонтёры внесли весомый вклад в производство медицинских масок. Ниткамный полипропиленовый материал, который производит дочерняя организация «Полиматис», распределяют по работникам компании, находящихся на удалённом режиме работы и имеющим навыки шитья. Свыше пяти тысяч масок в день. Такой результат сотрудниц Нижнекамск-Невтехима. Как вступить в ряды волонтёров в сюжете далее. Пять минут виртуозной работы на машинке и вот, маска готова. Шить Татьяна Шаетова не просто умеет. Это искусство она преподает детям и взрослым. В изготовлении маски ничего сложного не видит. Но в случае чего готова любому подсказать, как её сделать. Это не так сложно, потому что это одноразовые маски и выбрана технология такая, которую можно сделать быстро и большое количество. Поэтому я думаю, что этому может каждый научиться. Если есть желание, мы можем показать, как это всё делается. И вы окажете очень тоже большую помощь и нам, и всем нашим жителям города. Татьяна изготавливает маски ударными темпами. За 40 минут она готова сшить 10 масок. А за 5 часов неспешной работы выдаёт результат в 100 штук. Причём девушка относится к процессу с душой, понимая, что делает благое дело. Мне позвонили и попросили помочь в изготовлении одноразовых масок. Я, конечно же, сразу согласилась, потому что это общая беда. И каждый должен приложить максимум усилий, чтобы с этой бедой справиться. Нетканный полипропиленовый материал, который производит дочерняя компания «Полиматиз», сотрудники Нижнекамск-Нефтехима привозят рукодельницам прямо на дом. Те, в свою очередь, отдают готовые средства защиты волонтёрам предприятия, которые в первую очередь раздают маски ветеранам, работникам, выполняющим социальную миссию и контактирующим с большим количеством людей. В числе получателей таких масок есть и Камско-Полянский неврологический диспансер. Они, к слову, сами попросили волонтёров предоставить им 5000 масок. ПАО «Нижнекамск-Нефтехим» не остаётся в стороне от проблем города, поэтому руководством ПАО было принято решение о выделении администрации города Нижнекамск нетканого материала более чем на 100 тысяч масок, а также для Камско-Полянского неврологического диспансера материала более чем на 5000 масок. Присоединиться к добровольному пошиву масок может каждый. Для этого необходимо позвонить в колл-центр по номеру 37 73 66 и оставить заявку. Сетевое кафе «Рок-н-ролл» и помогает тем, кто в это непростое время находится на передовой в борьбе с коронавирусом. Предприниматель привозит врачам бесплатные обеды. Пока тысячи нижнекамцев сидят дома в режиме самоизоляции, медики продолжают работать. В Нижнекамской многопрофильной больнице несут службу сотни врачей и медицинских сестёр. Пациентов продолжают обслуживать все отделения больницы, оказывая экстренную и неотложную помощь. На передовой в первую очередь приёмный покой и инфекционное отделение. Именно их и решили поддержать местные предприниматели, организовав доставку бесплатных обедов. Так как они сейчас в таком трудном положении, а не безвыходном положении, то что они находятся постоянно в больнице, смотрят за больными и поддержать их. Также мы участвовали в посещении дома престарелых. У нас оно называется не дом престарелых сейчас, а дом ветеранов. Также были в детдоме, поддерживали детишек, так скажем, и бездомных животных в приюте были. Нижнекамские стражи порядка – одни из тех, кто продолжает нести свою нелёгкую службу в режиме всеобщей самоизоляции. Но они не только следят за порядком, но и помогают тем, кто находится в группе риска, а именно пожилым и ветеранам. Продукты питания – необходимое лекарство. На дом ветеранам службы и пожилым нижнекамцам полицейские разносят самые необходимые. Наведались к супругам Газизовым. В службе полиции Рафаил Газизович отдал без малого полвека. Отсюда приехал Мирей Халужан, в спецкомнатуре. Два года начальником спецкомнатуры номер два. Вот, наверное, вот так вот. Сколько лет, в общем-то, получается? 30 лет. Милицейский страж? Милицейский. А вообще? Еще 18 лет. По длине химии по начальникам общественного пункта охраны порядка. 18 лет. Так что, слава богу. Не только средствами первой необходимости обеспечивают ветеранов. Не забывают полицейские и о профилактических беседах. Соблюдайте правила, как говорится, самоизоляция. Я говорю, одевайся и иди на балкон. Ну, если так, то ладно. Главное, чтобы дети помогали. По-соседски вручают пожилых нижнеканцев местные жители. Кто в магазин сходит, кто в аптеку заглянет. Падать духом в такой ситуации не получится. Соседи, вот через дом живет племянник. Они этот, тащут, я заказы даю. Только одному только, наверное, скучусь. А у нас ведь это, пару, пару так, 60 лет вместе живем с одной женой. Вот живите так, как мы. И все, и все, и все, и все, и все. За этот месяц полицейские навестили четырех ветеранов органов службы внутренних дел. Навещают и солдат Второй мировой. В дальнейшем также совместно с Советом ветеранов Управления МВД России Бернишканского района будем обзванивать всех также ветеранов органов внутренних дел, тружеников тыла, бывших сотрудников нашего управления, также семей погибших сотрудников нашего управления. И в дальнейшем также будем проводить соответствующую работу в этом направлении. Кирилл Давкаев, Ахри Исламов, новости НТР. До 75-летней годовщины Победы остается меньше месяца. О ветеранах Великой Отечественной войны не забывают даже в условиях повсеместной самоизоляции. Представители администрации продолжают поздравлять участников тех событий днями рождения. Правда, дистанционно. Подарки и открытки передают через родственников. Сегодня, например, 90 лет исполняется Канифу Имамовичу Фоздалову. Родился он в деревне Октябрь Ознакаевского района. В военные годы трудился в колхозе, за что награжден медалью. В Нижнекамск переехал в 1966 году. Долгие годы был главным энергетиком Камэнергостройпрома. У ветерана двое детей, трое внуков и один правнук. А мы продолжаем цикл сюжетов о том, как сотрудники службы новостей проводят будни в режиме самоизоляции. Сегодня репортаж из дома Альбины Валиевой. Всем привет! С вами Альбина Валиева. Самоизоляция – это отличный повод заняться домашними делами, пересмотреть любимые сериалы. Ой, кстати, забыла убрать коврик для занятий фитнесом. Ну и, конечно, провести время с семьей. Знакомьтесь, это моя дочка Амина. Ей 4 года. Здравствуйте! Сейчас мы с ней выполняем домашнее задание, которое дали дистанционно в детском саду. Делаем подделку на тему «День космонавтики». Для этого нам нужен цветной картон, вот такой клей и ножницы. И получаются у нас вот такие красные ракеты. А можно еще рисовать, вышивать, либо читать вслух. Люблю я деревню Николу, где кончил начальную школу. Бывает, что пылкий мальчишка, за гостем приезжим по следу. Центральная библиотека имени Габдулы Тукая объявила поэтический марафон. Необходимо записать любимое стихотворение на видео и опубликовать ролик с хэштегами «Сидим дома, Нижникамск, поэтический марафон» на странице библиотеки. Нижникамцы не только читают, но и снимают забавные ролики. Вот, например, коллектив «Дома народного творчества» присоединился к челленджу от Тимати. Звезду российской эстрады поддержали и малыши 64-го детского сада. Задача простая – помыть руки в условиях самоизоляции и символично передать жидкое мыло дальше. А вообще, сидя дома, можно погрузиться виртуально в кино, музей или попасть вот на такой онлайн-концерт. Каждый день на официальных интернет-сообществах Республики Татарстан можно посмотреть выступления известных артистов. Присоединяйтесь к ним сразу после нижникамских новостей. Берегите себя и близких, и старайтесь без надобности не выходить на улицу. Альбина Валеева, Новости НТР. На этом у нас все. Далее вас ждет новый выпуск проекта «У войны не женское лицо». А служба информации НТР продолжает работать для вас во всех социальных сетях. Если у вас появятся интересные информации или предложения, то связаться с нами вы можете по телефону 40 07 70 или посредством мессенджера WhatsApp. Его номер 8-917-9373-077. Увидимся завтра на телеканале НТР-24. До встречи и не болейте. В четверг 9 апреля в Нижникамске облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 13 градусов. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров в рсутного столба. В пятницу синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду.